В реставрацию пришли 33 предмета из комплекса Барыбинского клада. Вот вы можете видеть здесь и многовитковые персни, и привески, и нашивки, и бляшки. И вот тут такое интересное тоже многовитковое изделие, орнаментированное. Мы убрали поверхностные загрязнения, оставили вот эту зелень, оставили патину, где она сохранилась. То есть под загрязнениями мы видим вот такой чистый темно-коричневого цвета патинированный металл. Вот такой интересный рисунок идет в виде таких вот вдавлений, таких вот, я даже не знаю, полусферических, в виде такого вот орнамента. И вот в некоторых местах мы видим, что этот мастер, когда делал этот предмет, он как бы разлиновывал. То есть мы видим тонкие полосочки, потом видим вот эти пуансоны, потом вот эти вот вдавления, то есть с обратной стороны, с внешней стороны мы видим и следы инструмента, которыми обрабатывали подобные вот эти предметы. Вот предмет практически готов, будем его на днях уже обрабатывать, консервировать и передавать фонды. Ну помимо этих предметов вы видите вот такие тоже небольшие всякие бляшечки. Вот мы расчищаем орнамент, здесь он такой в виде пуансончика сделан по кругу. Плюс вот такие вот интересные, даже не знаю, как сказать, такие трехлистники, не знаю. Вот у нас их два предмета с этого комплекса, я так понимаю, что это нашивки. Это литье, бронза, здесь видны вот эти от отверстия, сквозные вот мы прочищали, чтобы вот я так понимаю, что эти предметы куда-то пришивались. Приведем их в порядок и я надеюсь, вы их увидите в экспозиции. Интересный комплекс этим предметам 2000 лет. Сохранность, я бы сказал, прекрасная, потому что цель реставрации – это удаление поверхностных загрязнений. Те места, которые поражены или с покрытием вот такой вот зеленые пятна, да, то есть это не активная коррозия, скорее всего, могли быть пятна и от органики, мы их сохраняем. Мы удаляем только поверхностные загрязнения. Это, как правило, земля, песок. Ну и та органика, которая, ну я не знаю, там в виде бугров, еще вот такими зелеными большими буграми, мы их аккуратно, если они удаляются, мы их удаляем, потому что под ними идет хороший чистый металл, то есть это на самом деле, это зелень неактивная. А вот этот предмет, он сыпется, это браслет, вот будем пытаться тоже его стабилизировать, и потому что если дальше мы будем расчищать вот эти вот места, там, где вот эта вот зелень, вот, мы, как бы, этот предмет истончится, вот здесь есть места, которые даже цепляются рукой, то есть такие изъеденные коррозии, вот эти места мы обрабатываем. Ну, надеюсь, мы его вытянем тоже, надеюсь, но будем, конечно, следить за этим предметом и фондой, и чтобы у нас и микроклимат был в соответствующих витринах, в зале. То есть предметы, я считаю, все-таки в хорошем состоянии. Наши специалисты считают, что этот клад знатной особы, девушки, женщины, и поэтому захоронен, видимо, был тоже с какими-то, я не знаю, что там, может, что-то там произошло, не зря же его закопали, достаточно неглубоко нашли его. Наши археологи доисследовали это место, тоже нашли интересное, тоже с этого комплекса вот такую подвесочку нашли, вот с таким вот интересным тоже орнаментом точечным. Вот, это тоже с этого комплекса. То есть мы как бы продолжим исследование, продолжим работу над этими предметами. Продолжение следует... Продолжение следует...